Будьте добры, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Мариета Розентал. А кем вы работаете, что вы делаете? Вообще моя официальная работа, я работаю на город. Есть у нас в Нью-Йорке такая организация New York City Health and Hospitals. Я работаю в Clinical Information Systems Senior Director по компьютерной системе. Где мы находимся сегодня и что здесь происходит? Расскажите, пожалуйста. А сегодня совершенно не касается моей работы. Сегодня мы находимся в Броклине, в прекрасном ресторане Чинар. В Чинаре мы проводим праздничный обед, посвященный 20-летию Всемирного Конгресса русской прессы. Эта организация существует 20 лет, понятно, 20-летие. И мы решили два года тому назад с президентом Броклина Эрик Адамс по предложению провести этот конгресс здесь, в Броклине. Эти два дня, 25-го и 26-го Конгресс проходит в Широтоне, в гостинице в даунтаун Броклине. Скажите, очень многие думают, что Путин имеет свою агенду. И как бы та пресса, которая под Путиным находится, имеет свои интересы, связанные с государственными интересами России. Как это, мы находимся в Нью-Йорке, в Броклине, как Конгресс отвечает, насколько это свободная пресса, насколько это американская, как есть ли здесь конфликт интересов? Вы знаете, я вам хочу сказать, что при данном Конгрессе и самый главный, как говорится, point этого Конгресса был никакой политики. И этот Конгресс русской прессы обменяться своими взглядами чисто культурной основе и дружеской основе. Так что то, что касается Путина, то, что касается каких-то СМИ, я вам даже не могу об этом сказать. Понятно. А скажите, чем интересен вот этот Конгресс? Что он может привлечь, привнести? И, скажем, последние 20 лет он делал определенные вещи. Но мир меняется. И те пресс-компании, которые были ранее знаменитые и очень важные, сегодня становятся очень маленькими. А новые, как YouTube, как Instagram, новый вид прессы, новая медиа, она становится все более мощной. Как Конгресс воспринимает себя в новой медиа? Какие шаги он будут в следующие 20 лет? Как будет выглядеть Конгресс? Вы знаете, сегодня были две сессии, которые как раз обсуждали эту тему. Что в связи с новой технологией уже печатание немножечко тяжелее производить газеты, журналы. Потому что люди больше читают свои телефоны, больше смотрят телевизоры. Обсуждение было, как возобновить печатание и как обмениваться. Конечно, обмениваться теперь фактами, статьями, новостями намного легче с новой технологией. Вот, вы сейчас берете у меня интервью, вы поставили его на YouTube и прочитает 10 тысяч человек, 40 тысяч человек, 100 тысяч, я не знаю сколько. Такое количество человек не прочтет, понимаете, газету. Конечно, это все меняется. Также обсуждалось, насколько важно предохранять русский язык. Говорят ли у нас дома наши дети, наши внуки на русском языке. Для чего мы это сохраняем? Для того, чтобы, может быть... Во-первых, я, например, считаю, чем больше человек знает языков, тем больше он богаче. Это его обогащает, обогащает его внутренний культурный мир человека. Это поможет нам обмениваться знаниями друг о друге. Я уехала из Советского Союза 38 лет тому назад. Я об Америке ничего не знала. Сейчас вы не можете сказать, что где-то кто-то о ком-то ничего не знает. Благодаря новой технологии, правильно. Так что я считаю, что... У вас есть Инстаграм, у вас есть Фейсбук? Да. Скажите, что вы хотите сказать? Если, скажем, кто-то захочет с вами сотрудничать или прокомментировать, как можно с вами связаться, если вы хотите. Если имейл... Потому что я это делаю, вот этот конгресс, это моя, как говорится, волонтерская работа. Так что... Понятно. Вы не хотите... Люди, кто захочет, меня найдут. Знают и знают. Знают и знают. Спасибо большое. Кат.